Дорогой друг, приветствую тебя на канале Жукова Виталия. Это новостной выпуск, посвященный самым интересным событиям в криптовалютной сфере. В этом выпуске. Биткоин вошел в топ-20 крупнейших по рыночной капитализации мировых активов. В сети Йота произошел сбой. Рынок DeFi продолжает стремительно расширяться. Граждане США начали получать паспорта за биткоины. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Рынок DeFi продолжает стремительно расширяться. Об этом говорится в отчете команды DUNAnalytics, обратившей внимание на увеличение числа пользователей данной системы. Несмотря на многочисленную критику в адрес DeFi-проектов, этот рынок продолжает развиваться. Общее количество уникальных участников рынка децентрализованного финансирования составляет сейчас около 860 тысяч. Однако данная цифра весьма условна, подчеркивают исследователи, так как один пользователь может иметь несколько адресов. За последние шесть недель количество участников рынка выросло примерно на 55%. В конце октября число пользователей достигало 775 тысяч. В ноябре рост продолжился. Ориентированная на паспортном обслуживании жителей США компания Peninsula Visa открыла прием платежей в биткоине. Обработка платежей в криптовалюте происходит через систему Coinbase Commerce. Биткоинам уже можно оплатить продление паспорта, изменение имени и получение второго паспорта. Прочие сервисы, связанные с выдачей новых паспортов и виз, планируются активировать в течение 2021 года. Никогда прежде расплатиться за американский паспорт цифровой валютой не было возможно, заявил операционный директор. Он добавил, что на решение о переводе платежей в цифровую форму повлияла пандемия. Напомним, в июне попытку использовать биткоин в качестве метода оплаты при оформлении паспортов предприняли власти Венесуэлы. Однако, спустя всего несколько часов после введения функции, возможность оплаты в биткоине исчезла с сайта. Короткая вставочка от рекламодателя. Надежный проект для кратного приумножения своей криптовалюты – это boom.eth.io. Вложил для начала 5 эфир и постепенно буду увеличивать свой вклад до 20 тысяч долларов. В данном проекте можно заработать от 3 до 20% ежедневной прибыли, выводить уже накопленную прибыль, а также вывести свой личный вклад в любой удобный момент без каких-либо условий. Boom.eth.io – надежный проект, так как он прошел успешную проверку независимых аудиторов. Был изучен мною и могу сказать, что это верный и надежный способ для кратного приумножения своего капитала в крипте. По заверению администрации, проект проживет более 6 месяцев. От себя могу сказать, что как минимум недели 2-3 вы можете без опасений заработать на данном проекте. Дам подсказку, когда стоит выходить из данного проекта, а для крупных вкладчиков, что имеет возможность вложить более 20 эфиров, условия просто шикарные. Во всяком случае, рекомендую ознакомиться с проектом. Ссылка на проект в описании под роликом. Капитализация биткоина превысила 300 миллиардов долларов, что дает ему возможность ворваться в топ-20 крупнейших по рыночной стоимости мировых активов. Кроме того, по данным аналитического портала Glassnode, число активных адресов в качестве отправителя на текущий момент находится на историческом максимуме. Другими словами, пользователи продолжают активно отправлять криптовалюту, даже несмотря на относительно высокие комиссии в последнее время. При этом, по данным аналитика Marken Research, торговые объемы биткоина обновили максимум 2020 года в начале ноября. Общие настроения на рынке также вполне позитивны. На фоне роста курсов, инвесторы верят в дальнейшее восстановление и удерживают свои монеты на долгосрок. Об этом свидетельствует тенденция тока биткоина с торговых платформ. Количество биткоинов на криптовалютных биржах продолжает снижаться. Инвесторы выводят монеты и пока явно не планируют их продавать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США представила отчет за 2020 финансовый год. Одно из самых крупных взысканий было назначено компанией Telegram. В 2020 финансовом году комиссия взыскала рекордную сумму свыше 4,5 миллиардов долларов. Из них треть пришлась на штрафы, связанные с нарушением при организации ICO. В отчет регулятора попала компания Telegram, которой летом был выписан штраф за распределение незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов Gram. Проект он согласился вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов. В сети криптопроекта IOTA произошел сбой, что привело к нарушению работоспособности. По информации страницы о статусе сервиса, проблемы начались в конце прошлой недели. Разработчики сообщили, что приступили к определению причины и созданию решения для их устранения. Однако на данный момент работы все еще продолжаются. В IOTA объясняют, что проблема вызвана механизмом Компас, который перестал создавать контрольные точки в основной сети. Координатор является важным элементом проекта и позволяет управлять им до перехода на децентрализованную модель. Похожая ситуация произошла с IOTA в начале этого года. Устранение проблем тогда заняло около месяца. Тем временем приближается релиз IOTA 2.0, в котором не будет использоваться координатор. Аналитик команды CoinMetrics разработал новую методику количественной оценки активов, находящихся в распоряжении биткоин-майнеров. Ее особенность заключается в разделении активности майнеров и майнинговых пулов, что позволяет точнее оценивать запасы, которые находятся в их распоряжении добытых монет. В рамках новой методологии по отдельности анализируются адреса, связанные с майнерами и пулами, оцениваются запасы и активность участников рынка. Майнеры накопили дополнительно 318 тысяч биткоинов за год, предшествующий халвингу. Способ имеет преимущество над предыдущими подходами к анализу расходов майнеров. В них акцент делался на активности оператора пула, а не на действиях майнеров. Новый подход, использующий ранее недоступные сведения, анализирует активность майнеров и их мотивы, а также оценивает влияние их расходов на рынок. Заключение нового метода заключается в том, что ончейн данные указывают на постепенное снижение влияния майнеров на сеть. Однако эти участники рынка остаются ключевыми игроками экосистемы, обладающим доступом к большим суммам средств. Друзья, спасибо большое за просмотр. Оставляйте свои соображения в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи. Работаем. Короткая вставочка от рекламодателя. Один из самых надежных и прибыльных методов преумножения своего капитала в крипте – это boometh.io. Настоятельно рекомендую ознакомиться с данным проектом. Ссылка на проект в описании под роликом.